Друзья, всем привет! Как и обещал, стараюсь чередовать для вас видеоролики. Совсем недавно мы снимали новую BMW пятерку по цене 3,5 миллиона рублей. Ссылочка на этот обзор остается в описании. Сегодня мы поговорим про тему заработка денег. Вот этот автомобиль 2016 года, 1.6, автоматическая коробка передач. Все вы прекрасно знаете, что такое Kia Ceed Universal, но у этого автомобиля пробег 320 тысяч километров. Человек его купил с пробегом 84 тысячи и пошел на ней работать такси. Вот именно об этом я вам сегодня хочу подробно рассказать. То есть будет две темы в одном ролике. Первое, это вот заработок в такси, как это происходит на деле. Вот прям хороший пример просто. И второе, это надежность этого автомобиля. Все почему? Когда он ее купил, он начал вести все свои расходы. То есть он расписывал, на что он тратит деньги по машине. И цифры здесь получились просто космические, но интересные. Поэтому присаживайтесь поудобнее. Сегодня будет полезный видеоролик. Друзья, несколько минут вашего внимания. На данный момент выходной день на улице плюс 30 градусов. Многие хотят отправиться куда? На море. Зацеп хороший, хочется погоняться. Что нам нужно? Нам нужен автоаксессуар. Такой как iBox F5 Slim Signature A12. Это три в одном. Видеорегистратор, радар-детектор и GPS GLONASS. Прямо сейчас кратенько вам расскажу о нем. Что идет в комплекте? В первую очередь само устройство три в одном. Выглядит как просто видеорегистратор. Плюс ко всему отдельно можно как аксессуар докупить. Поляризационный фильтр, он накручивается. Для чего он нужен? Вот сейчас яркая солнечная погода. Он убирает все различные блики. Как это выглядит, я вам покажу на экране. Далее, естественно, присоска. Легко крепится. Если вас кто-то останавливает, она крутится. То есть можно повернуть видеорегистратор в любую сторону. Далее, есть запасные части для прикуривателя. Идет флешка. Вот это прикольно. Микроэзди сюда вставляешь, в компьютер вставил все. Пожалуйста, можешь тут же просмотреть все данные на компьютере. Идет кабель для того, чтобы вы могли обновлять ваше устройство. Потому что все базы данные потихонечку обновляются. Все это делается бесплатно. И здоровый прикуриватель. Провода очень много для того, чтобы вы могли по салону все это комфортно спрятать. Самое, что интересно, смотрите, открываем. Вот сюда вы можете вставить, например, такой же прикуриватель от телефона. То есть вы запитали ваше устройство, и при этом вы можете параллельно заряжать ваш телефон. Видеорегистратор снимает с качеством Super HD. Вот это устройство обладает сенсорным датчиком. То есть, когда мы его вешаем, едем, если вдруг он начинает срабатывать на какую-то камеру, ты разговариваешь в этот момент по телефону, либо вообще ты не хочешь, чтобы он пищал. Проводим рукой. То есть, понимаешь, ты просто проводишь рукой, все, никаких писков больше не будет. Устройство действительно очень простое. Вот заходишь в меню, все понятно. Мы можем настроить все парами. Так, например, чтобы в городе он до 60 вообще не пищал. Плюс ко всему есть режим так называемый Москва. Когда ты едешь по городу, вот что нас больше всего бесит, то что все начинает пищать, помех очень много. В этом режиме он будет срабатывать только на стационарные камеры, которые уже известны, потому что в нем есть база данных. Отмечу, что в нем применяется технология X-сигнатур, которая простыми словами заставляет его работать только по делу. То есть, на какие-то посторонние сигналы он не должен срабатывать. Если он запищал, значит, впереди действительно будет камера. Цена вопроса 11 999 рублей. Но по промокоду Машко вы получите дополнительную скидку в размере 10%. Купить данный товар вы можете в магазине Автоцифры. iBox F5 Slim Signature A12 ждет тебя по ссылке в описании. Рассказываю вам одну жизненную ситуацию. Человек из региона в 2014 году приезжает в Москву на заработки. То есть, пошел работать сначала в такси, поначалу он брал аренду посуточную. Катался, понял то, что большие переплаты, надоело и решил, что сделать, купить автомобиль под себя. В силу того, что не было денег на первоначальный взнос, то есть, вообще, 0 рублей, 0 копеек, он приходит в одну организацию, где ему говорят, вот смотри, вот этот автомобиль 2016 года выпуска, на тот момент он был с пробегом. Это был 2017 год. Чтобы вам было ясно, пробег на автомобиле был 84 тысячи километров. Автомобиль с этим пробегом, там, двухгодовалый, на тот момент стоил ориентировочно 900 тысяч рублей. Но человеку делать следующее предложение, ему говорят, слушай, хочешь ездить, пожалуйста, 54 тысячи в месяц на период 22 месяца. Изначально машина, естественно, была оформлена на компанию, но он как бы за нее выплачивает эти денежки, и потом она становится его. Но здесь есть одно важное условие. Ты начинаешь работать, отдаешь каждый месяц по 54 тысячи. Если вдруг у тебя появляется какая-то просрочка, там, день, два, три, ты не выплатил вот этот ежемесячный платеж, к тебе приезжают дяденьки и говорят, слушай, где деньги? И то есть, либо ты тут же должен найти эти бабки, либо у тебя заберут тачку. То есть, когда вы берете в автокредит, там совсем такая растянутая ситуация, суды начнутся, еще что-то, здесь же все гораздо жестче. В силу того, что автомобиль стоил 900 тысяч рублей, так ориентир примерно, ему назвали 54 тысячи ежемесячный платеж, это получается, что 30% годовых ставочка. Вот если бы он пошел, допустим, в какой-нибудь там банк, попросил бы потреб кредит, там, на сумму 900 тысяч рублей, ориентир ему как будто бы назвали бы 30% годовых. При этом за 22 месяца, вот при расчете того, что 900 тысяч машина стоит, переплата составила 280 тысяч рублей. А должна была бы быть там 1140. Но вы наверняка задаете вопрос, а почему он-то не пошел в банк? Я тоже задаю этот вопрос. Была плохая кредитная история. То есть, пришел бы он в банк, ничего бы ему не дали. Зарабатывать нужно, соответственно, вот, что получается. Он покупает автомобиль, в первую очередь, что он делает? Поменял резину, поменял масла и начал работать. А дальше происходит самое интересное. Годы идут, в силу того, что человек работает такси, сами знаете, таксисты очень много проезжают, за два года примерно он проехал около 250 тысяч километров. И вот здесь начинается самое интересное. Начинаются вложения, то есть, время идет. То есть, здесь вы можете моделировать на себя. Это все те, кто хотят купить машинку с пробегом, думают, блин, ну возьму-ка я себе корейца, вроде как надежный, лет так на пять. И условно, если вы много ездите, вот с чем вы столкнетесь. Сейчас я вам вывожу на экран эту картинку. Здесь расписано все, что он тратил на автомобиль. Здесь, к примеру, 27, замен масел по 5 тысяч рублей. Стойки стабилизаторов он менял. Дворники ремонт был. Тормозные диски. Датча КБС, промывка радиатора, замена цепи, генератор ремонт, свечи, ремонт бампера, замена бампера. В общем, шиномонтаж, мойка. Все-все, что он делал с автомобилем. Вот общая сумма получилась в вложении за это время 420 тысяч рублей примерно. Опять же, что-то он может и забыть. Далее, бензин. За пробег 240 тысяч, если быть там точнее, при среднем расходе порядка 8 литров, там 7-8, у него ушло около миллиона рублей только на бензин. Далее, на сегодняшний день, если мы запрыгнем куда-нибудь там на автору, машина вот в этом состоянии будет стоить, ну, примерно 1600. Соответственно, 300 тысяч это потеря по цене. А сейчас мы вместе с вами сложим все эти цифры. То есть, смотрите, миллион рублей мы складываем, это то, что он потратил на бензин, плюс 300 тысяч это потеря в цене, плюс 280 тысяч это переплаты по процентам, то, что он сделал, плюс 420 тысяч это вложение. Итого получается 2 миллиона рублей, за 2 года и 240 тысяч километров пробега. Как вам это? Это вот к слову о том, сколько же стоит содержать свой автомобиль. Многие говорят, типа, а что? Ну, купил я, буду у тебя бензин заправлять, ну, каска там сделаю раз в год. Друзья, понятия везде разные. Одни проезжают в месяц тысячи километров, а те, кто много ездят, и вам казалось бы, ну, езжу там, трачу деньги, при этом вроде зарабатываю. Вот такая история. При этом, если посмотреть на список, почитайте сами повнимательней, такого, что только расходники, естественно, не было. А вот теперь давайте попросим владельца пообщаться с нами, спросим, как, что, почему, сколько он при этом зарабатывает, какие-то предварительные цифры от конкретного человека. Знакомьтесь, друзья, Александр, Саша, спасибо, что вызвался помочь, рассказать про автомобиль, вообще про эту жизненную ситуацию. Вот ты скажи мне, пожалуйста, давай с точки зрения сначала автомобиля, как надежность. Ты покупаешь машину, ты в день сколько примерно проезжаешь? 300, 400, 500. Какой день? 300, 400, 500. В целом, вот по поломкам, по заменам, вообще капризная машина, на твой взгляд? Или же больше в силу того, что ты много ездишь, особо она тебе не напрягала? Ну, если брать ее новую, то до 150 тысяч проблем нет вообще никаких. Просто обслуживать ее хорошо. То есть вовремя масло в двигателе почаще менять, в коробке менять, ну и следить за резиной, за дисками. То есть я понимаю так, то, что ты ее купил с пробегом 84 тысячи, до первых 150 тысяч, это как бы резина, расходники. Самое обычное. Самое стандартное, легкое ТО. То есть все проблемы, основные, то, что там по ремонту, у тебя начались после 150 тысяч? Ближе к 200. А в периоде с 200 до 300? Ну вот все остальные проблемы. Все остальное полезно. Это в целом как-то напрягало тебя? Или в целом ты понимал, что машина работает? Ну, машина, во-первых, работает, во-вторых, она зарабатывает деньги, и запчасти, но по отношению к другим, стоят копейки. От 100 до 200 были только заменены три стойки стабилизатора, на 200 пришел генератор, поменял щетки, и все. Все остальное началось потом 220, 230, 240, и все потихонечку-потихонечку. Слушай, вот теперь давай поговорим про работу. Вот мы посчитали, да, с тобой, вот у тебя все расчеты есть на бензин, сколько ты потратил, амортизация, проценты, то есть там условно 2 миллиона в машинку ушло. Это как бы ого-го, какие деньги. Многие скажут, нифига себе, слушай, если ты работаешь в такси, за 22 месяца, ты вложил в тачку 2 миллиона рублей, сколько же ты с нее заработал. Вот смотри, мы сейчас можем в принципе все высчитать. Ты можешь сказать просто, сколько в день у тебя в среднем уходит грязью. Вот без того, что ты сейчас сам начнешь вычислять, там сколько там на машину. От 7. От 7 тысяч. То есть я возьму, то за основу 7 тысяч рублей. Но если за основу брать, то среднее, считай, где-то 8-8 с половиной. Вот берем там 8 тысяч, даже. То есть это среднее. Это в какой-то день ты не выехал, в какой-то день у тебя нет желания работать. А сейчас я хочу провести несколько расчетов. Значит, смотрите, 22 месяца он работал активно. 22, пока машина была под выкупом, умножаем на 30, пусть так, в среднем, в месяце дней, 660 дней. В силу того, что средняя цифра грязными 8 тысяч, я умножаю на 8 тысяч, чтобы просто понять суммарный такой оборот, скажем так. Это 5 миллионов 280 тысяч рублей. То есть вот вы вдумайтесь, какие цифры, но это оборот. Далее, в первую очередь, от этой суммы мы должны отнять 20 процентов. Это вот так называемые таксы, которые он платит компаниям таксишным. Там типа Яндексу и так далее. То есть это те деньги, которые из него берут. Ну вы знаете об этом. 20 процентов от этой суммы получится 1 миллион 56 тысяч рублей. Раз. Остается 4 миллиона 224 тысячи. Далее, из этих мы отнимаем 2 миллиона. Это вот то, что бензин на машину, содержание, обслуживание, амортизация. 2 миллиона. У нас остается 2 миллиона 224 тысячи рублей. Это вот тот ориентир, что это, грубо говоря, он заработал чистыми. Чтобы нам понять, сколько он зарабатывает чистыми в один день, мы делим на 660. Таким образом у нас получается 3 тысячи 369 рублей чистыми в день. Оп. Хорошая математика. Вот вам, пожалуйста, вот эту сумму мы можем умножить на 30. Таким образом, чистый доход составляет 101 тысяча рублей. Я к чему эти расчеты делаю? В первую очередь, я хочу напомнить вам, да, про сюжет, то, что мы снимали про такси. Тогда многие говорили, типа, чего в такси заработать 100 тысяч рублей чистыми? Это вообще нереально. Когда ты работаешь на своем автомобиле, когда ты стараешься, правильно? Когда ты знаешь, где работать. Это при работе 12, 14, 16 часов. 12, 14 часов. Но теперь, смотрите, поймите правильно. Вот когда он выкупил автомобиль, теперь он его, и теперь ему как минимум 54 тысячи каждый месяц давать не нужно. Вот расскажи, пожалуйста, Саня, вот мне интересна была ситуация, что произошло, когда ты все закрываешь, последний платеж, и ты понимаешь то, что ты свободен. То, что тебе не нужно никому платить. Спать. Спать. Просто спать. Месяц. Месяц. Друзья, вот она, реальная жизнь. То есть вы просили попроще автомобиль, вот вам попроще машина. 324 тысячи сейчас на одометре пробег, соответственно, бабок она начинает жрать. После 150 тысяч километров, ну, даже, скажем так, после 200 тысяч километров. Человек работает в такси, жизненная ситуация, вот вам, пожалуйста, какие планы ближайшие? Работать. Продолжать работать будет. Работать. То есть в дальнейшем планирую сейчас покататься на ней, скинуть ее условно, взять новую машину. Покататься, взять новую, и только новую, если брать в такси, и работать. В целом, вот обрисуй ситуацию, как ты видишь, вот свое личное мнение, то есть, почему некоторые жалуются, что не так, на твой взгляд? Тут некоторые говорят, типа, да ладно, в такси, там 50 тысяч можешь заработать, а все остальное, все говорят, врут. Как и в любой профессии, если один человек зарабатывает, это не значит, что будут зарабатывать все. То есть, кто-то может, кто-то не может, у кого-то получается, у кого-то не получается. Соответственно, все, одну гребенку ввести не нужно. Грубо говоря, не надо думать, что завтра он купит машину, так же по этой работе, у него тоже будет... Придет, не получилось, не понял, кредит висит, и с этим кредитом он будет жить, или отберут машину, или продавать, и что-то делать дальше. С точки зрения технической части, не боишься, что сейчас какие-то будут дорогие ремонты, придется теперь вкладываться в машину. Дорогой ремонт, это двигатель. Да. Если брать бушный, то 50, 60, 70 он стоит. Ну и плюс замена его. Или ремонт двигателя, ну уже узнавал, это в районе 80. 80. Так, а ездить коробка? Не смотрел? Коробки дешевые, поменял и поехал дальше. То есть, ничего страшного. Вообще вопросов нет, каждые 40 тысяч нужно менять масло. То есть, не жалейте 5000 на каждые 40 тысяч километров. Подчеркиваю, если вдруг кто-то пропустил, выводил я на экран, то есть, в описании, прям все расчеты, чтобы вы понимали, сколько денежек ушло, вы сможете посмотреть, ну, что по технической части он менял. Слушай, спасибо тебе огромное за эту информацию. Я думаю, кому-то это будет полезно. То есть, откроем глаза людям, пусть стараются. Кто-то хочет заработать, пожалуйста. Кто-то хочет купить автомобиль и думает, брать ли с пробегом в Киеве, тоже делайте выводы. Спасибо тебе огромное. Ну что, друзья, вот таким получился у нас сюжет. Я им хотел вам донести две вещи. Первый, с точки зрения надежности автомобиля, сколько денег он сосет, когда пробег становится большим, когда вы становитесь старым, там, третьим владельцем. В общем, я оставлю дополнительно все расчеты в описании. посмотрите, на что он тратил по содержанию. Второй момент, с точки зрения заработка. Когда мне Александр написал, сказал, смотри, я вложил в автомобиль за два года практически два миллиона рублей, я подумал, чего, а сколько же ты тогда заработал? Вот вам, пожалуйста, ситуация, что люди действительно в такси работают, зарабатывают, но здесь все сугубо индивидуально. Его расчеты под себя брать не стоит. Кто-то зарабатывает больше, кто-то зарабатывает меньше. Все сугубо индивидуально. Я вам напоминаю, что мы снимали отдельный фильм, такой легкий, документальный про такси. Я на него оставлю ссылочку в описании. Таким образом, делайте выводы. Вот она реальность, сколько стоит содержать свой автомобиль, когда ты много ездишь. В общем, высказывайте ваше мнение в комментарии, подписывайтесь обязательно на инстаграм нашего канала, ведь там всегда выходят только свежие новости. Подписывайтесь на сам канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки. До новых встреч. Всем пока-пока.